В Махачкале 9.45. В студии Фарида Чупанова, редактор выпуска Шерепат Шульгина. Здравствуйте. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов провел встречу с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Старовойтом, прибывшим в республику с рабочим визитом. Предметом обсуждения явилась программа по ремонту и реконструкции автомобильных дорог федерального значения на территории региона. Рамазан Абдулатипов, в частности, отметил, что вопросы, связанные с состоянием и строительством дорог, одни из приоритетных для Дагестана. Сегодня в Махачкале пройдет 63-я сессия Народного собрания Дагестана 5-го созыва. Всего парламентариям предстоит обсудить 19 вопросов, в их числе и законопроект об исполнении республиканского бюджета за 2015 год. Вопросы реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса региона обсуждены на заседании правительства. С основным докладом выступил министр сельского хозяйства Мусафинди Вильмурадов. Как он отметил, за прошедшие два года в республике объем инвестиций в отрасль составил 6 миллиардов 200 миллионов рублей. Вице-премьер Гасан Идрисов рассказал журналистам о том, как в Дагестане реализуется приоритетный проект «Новая индустриализация». Он остановился на наиболее крупных мероприятиях и объектах, которые уже реализованы в рамках данного проекта. Это запуск Каспийского завода листового стекла, открытие филиала концерна Кэмс в Каспийске, создание производства фосфорных удобрений на заводе Дагфос в Кизелюрте и двух индустриальных парков Тюбэ и Кристалл-Сити. Дагестанский чай производства компании «Эко-Кавказ» признан лучшим на седьмой московской международной выставке «Халяль индустрии». Выставка проходила в форматах бизнес для бизнеса и бизнес для потребителей, объединив производителей из 25 регионов России и 20 стран мира. Сегодня в 18.30 в Театре поэзии в Махачкале состоится встреча с московскими поэтами Фазилом Муалимом, Андреем Гришаевым, Вадимом Керамовым и Павлом Борисовым под символическим названием в режиме эпилога. Азербайджанский театр из Дагестана со спектаклем «Неизменные лица» выступил в Баку. Гастроли продлятся до 25 июня. За это время театр побывает в 10 городах соседней республики. Вести спорт. Дагестанские борцы вольного стиля вошли в заявку российской сборной для участия в Кубке мира, который пройдет 11 и 12 июня в Лос-Анджелесе. Погода. В Махачкале ожидается дождь, температура воздуха 20-22 тепла.